Добрый день. Ну все так ждут эту вторую часть и просили, чтобы конкретно показали, конкретно свою методику дыхания. А я буду на таком фоне, где вот видите, я рукой поведу, и там что-то всплох. Эта программка такая смешная. Да, ну пускай все так со всплохами смотрят, это смешно немножко. Чтобы мы победили коронавирус, еще и со смехом. Давайте, давайте, рассказывай. Запись пошла, да? Запись идет. Пошла, пошла. По полэкрана не вижу, но могу показывать. Я не знаю, как это видят наши зрители, это немножко другое какое-то это самое. Хорошо, все видно, давайте показывать. Ну ладно, хорошо, как скажете. Значит, смотрите, я прочитала внимательно все ваши там комментарии и поняла такую вещь, что немножко сложно получается для публики. Поэтому, как бы, эта дыхательная гимнастика, начиная с 1 мая по сегодня, 5 мая, она подошла к своему логическому временному завершению, и будет гораздо проще вам все это понять. А почему? Я вам объясню. Вот. В общем, все как надо, вы записываете, да? Смотрите, потому что у меня совсем другой вид, чем в прошлый раз, когда вы записывали. Ну ладно. Значит. Если вы смотрели видео Ушакова по поводу того, что вы, сидя, допустим, на стуле, если вы пожилой человек, или вы можете это делать стоя, если вы в себе уверенный и здоровый человек, Ушаков предлагает делать так. Он адаптировал йоговскую методику конкретно к ситуации COVID-19, профилактика вирусной пневмонии у пожилых. У него была такая задача, чтобы пожилые люди, поскольку в основном они страдают от этого заболевания, от этого COVID-19, у них большие сложности. Как им помочь? И в своем видео он им объясняет, ну всем он им объясняет, в том числе мне, потому что я теорию позади этого своего, что тут я вам сейчас расскажу, я не знала. Эту теорию мне предоставил доктор Андрей Ушаков. Его видео вышло в марте этого года. Но то, что я делаю, я начала делать примерно, скажем, в сентябре. Это были водные процедуры. И постепенно, постепенно, постепенно я пришла к тому, что можно это делать не обязательно в воде. Можно это делать сидя, стоя, лежа. И вообще это можно даже делать на ходу. Что подтвердило видео прекрасное вашего сына. Если вы обратили внимание, он вам сказал, он же вылечился от этого заболевания. Вчерашнее видео ваше. Ну, Ален показывал, да. Я заметила, что он сказал. Он сказал, я хожу, то есть он уже выздоровел, и делаю это упражнение на ходу. Знаете почему? Кайф человек ловит. Вот я вам все это серьезно говорю. Потому что такое количество вырабатывается кислорода. Оно так загоняет в голову. Ну, конечно, клетки мозга, кислород, как только получают, сразу эндорфины включаются, и весь механизм внутренней аптеки включается. Ну, конечно, конечно. Причем, настолько включаются эндорфины, что мой муж вчерашнего дня за мной ходит и говорит, сейчас будем звонить доктору, что ты себя хорошо очень слишком чувствуешь. Переживает. Понимаете? Что я не слишком... Видите, скоро он ревновать начнет у вас с усиленной силы. Никогда этого не было. Я повода не даю. Теперь начнет, да. Он сказал, что не выдержит, если еще раз что-то само случится. Ну, посмотрим. Ладно, ничего не случится. Я почему ему сказала, на мой муж, он говорит, ты почему такая радостная? Ты почему меньше стала спать? Он же знает, что я таблетки принимаю от своего маниакально-депрессивного психоза. Вы не поверите. Еще, вот я в Москве была, это было, значит, сейчас я соображу, у нас в феврале, к вам ездила на день рождения, я спала по 13-14 часов. Я-то всего принимала две, две таблетки, которые мне было сказано докторами принимать от моего маниакально-депрессивного психоза. И я в течение, начиная с 16-го года, на всех приемах, у всех врачах жаловалась. Я говорю, я не могу, вы понимаете, я не живу, я сплю. Ну, сделайте что-нибудь, дайте другую таблетку, сократите, значит, что-нибудь. Нет, Ирина, ты вот это принимай, иначе, знаешь, у тебя уже было за твою жизнь 8 приступов, чтобы не было бы, что бы, что бы не случилось. Но теперь, когда я вот вашу методику неделю назад первый раз вообще увидела, услышала вашу, и она как-то совместилась с тем, что я сама наработала. Я поняла, что вот этот вот психоз, который я, который я вылетаю из-за того, что я эндорфина, умею накачивать вообще безо всякого. Ни шалтая болтая, ни хлёста, ничего. У меня просто такая природа. Мне если как-то что-то очень понравится, так у меня вперёд и там, и с песнями, всё много. То есть я, у меня не было механизма сказать себе стоп, а вы это сказали, как это делать, понимаете? Ваш способ, это что, я, я кому-то писала в скайпе, у нас два гения, два, Пушкин и Хасай. У нас были герои, у нас были космонавты, у нас были, я не знаю что, но гения такого, что вы предложили, этого же нигде нету. И я почему про это говорю уверенно? Вчера или позавчера закончился курс, который давал йог Садгуру, вот я его большой очень такой поклонник, очень его уважаю. И он, когда коронавирус начался в Индии, каждый день в прямом эфире, в час 30 по нашему английскому времени, значит, Москва это 3.30, да? Он так, 40-минутную примерно, они проводили живую передачу, и на последнем самом, они сейчас закончили этот цикл, что-то новое там начали. Последнее его, вот это выступление, оно было, они дали упражнение, прямо написано там, как увеличить объем легких. И я, когда нажала на кнопочку, думаю, ну сейчас покажет мой метод, ну потому что как это, чтобы вот такое бы не показал. И когда он показал йоговский метод увеличения объема легких, вам, наверное, известно, когда язык вываливается, это вот это вот все, что выглядит очень, конечно, надо быть подготовленным. Я поняла, насколько сложно то, что делают они, и насколько легко то, что я вам сейчас покажу. Вы не поверите, что это настолько просто. И еще вот что, когда ваш сын вчера, вы записывали с ним вот эти вот, ну у вас интервью было на фоне как раз вот этих же прекрасного, это прекрасная-то ваша работа. Кто-то, Любовь, Любовь Абакумова, она написала, когда она смотрела прошлое наше с вами видео, ей напомнило то, что я рассказывала о том, как когда она была в молодости, они ходили в горы, они тренировали студентов, и они натренировали, чтобы не было кислородного голодания. Я ей написала, пожалуйста, сообщите, что вы делали конкретно. Залезла в интернет, стала искать, не нашла того, что я вам рассказывала. Не знаю, на поверхности лежит, я думаю, откуда это мне пришло в голову, как это может быть, 6 миллиардов людей, такая проста вещь, не лежит на поверхности, но не может быть. Потом я подумала так, что, может быть, кто-то это и знает, но знаете, вот у грузин, если это Шутар Уставели знаменитый, знаете, конечно, вы, да, написал Витя Стигровой Шкуре, эпос 13 века. И вот там есть такая строчка, мы в школе это учили, прекрасно все знаем, что ты спрятал, то пропало, что ты отдал, то твое. Поэтому я вам это отдаю, считаю это не своим изобретением, это как-то ко мне пришло из воздуха, понимаете, я же... Тогда, Гера, пожалуйста, и на грузинском, и на английском, на всех языках это покажите. Пожалуйста, да, пожалуйста. So, I will show you now how to enlarge your lung capacity, so you can fight not just coronavirus, but any virus pneumonia. Значит, я сказала по-английски так, сейчас я вам покажу упражнение, которое увеличит у вас объем легких, и это упражнение хорошо не только для коронавирусной инфекции, но вообще для любой вирусной пневмонии. Оно, конечно, хорошо для много всего чего другого, но пока мы про это говорим, у нас на поездке дня коронавирус, так? Так, по-грузински. Гамарчубат, Ирина Вар, и эхла гачвенепт, раунда гааг, это вот, ротквенни, легкий армасос, забыло слово легкий, но потом вспомню. Ротквенни, не хватает мне чей-нибудь помощи. Но грузины поймут, про что я говорю. Легкие, чтобы у вас увеличились, тквенни пильт, вспомнила, фильтры, тквенни пильт берут ка-ди-др-днэн. Грузинский у меня не первый язык, но я его так вспоминаю, по дороге я тренируюсь сама. Я так по-китайски тоже умею разговаривать, но китайцы поймут сейчас, и я буду рассказывать, как надо делать тренировку вдохновения. Я вам рассказываю, да. Давай, слонышка, рассказывай. Рассказывай, значит, смотрите. Так, снять что ли, я не буду снимать, и так поймете. Вот смотрите, все надували воздушный шарик. Вот, будем считать, что воздушный шарик у меня другого не было. So, all of you at some point were blowing balloons. Everybody knows how to do it. А секи, тквен суола исит рана и ратунда бушты гады-др-дэс. Ко-ла-пери тквен исит рогурудас гады-дхоп. Как мы это делаем? How do we do that? We blow into the balloon. Then we stop. Then we blow more and we stop. Значит, мы берем воздушный шарик, обычно, как мы надуваем его. Мы в него дунули, вот этот воздух там пальцем дожали, набрали воздух, еще дунули. И вот эта технология, когда вы вдуваете в легкий воздух, останавливаетесь, вдуваете опять воздушный шарик, останавливаетесь, еще вдуваете, еще останавливаетесь, и так вы вдуваете, 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 ваш воздушный шарик надулся. Так? Правильно. Так. 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 А теперь представьте, что ваш лёгкий – это ваш воздушный шарик. И нам его надо надуть. So now you have to imagine that the balloon is here. This is what we want to enlarge. So, it is very easy. Very, very easy. You will be surprised. Это очень-очень легко. Dzalia nadviliya. Esaiki, mi urat me? Da, mi huedit. Смотрите на меня внимательно. Please pay attention to me. So this is my small balloon. I have one hand here. One hand here. Это мой пока еще маленький воздушный шарик. И вот у меня вот тут две руки. Чтобы вам было видно, что мы будем надувать. Esaiki es aris, che mi es busti. Cercurvui pa cararis. Tame, 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 tame. Esaiki, mi urat... Я вдыхаю, то есть наполняю. И пауза. I breathe in and I'm on a pause for the balloon. Esaiki, шеви да... Хайри, да да, вас топай. И пауза. О! О! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Надуваю свой воздушный шар... Понятно, ты просто другой образ применила. Ты применила другой образ шара, да. И поэтому, когда ты это делаешь, ты одновременно синхронно руки поднимаешь, поднимаешь, ты все вокруг этого образа делаешь. Ну, правильно. Это не вокруг образа. Вот тут вот этот как раз момент сам, что на руки поднимаются. Я вам объясню, почему. Это я не потому делаю, чтобы вам шарик представить. Из-за того, что легкие раздвигаются, руки сами поднимаются вверх. Я об этом и говорю. Это получается синхронизация. Да. Давай, расскажи, расскажи. Вот это вот, когда у меня кликнуло в голове, что я правильно делаю, потому что я начинаю с сентября, вот это, лежа в воде в ванной, ну, вышла в нос, вот так вот, да, вдыхала, еще побольше, вдыхала побольше, у меня начинала кашлять, у меня была вода в легкие вот тут в безу, там что-то из меня выходило, тут я ничего не чувствовала, кстати, вот тут я чувствовала, что у меня что-то там рвалось. И я, когда, я когда лежишь в воде, и вот эта верхушка легких, у тебя уже, ну, все тут, 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 тут все, воздух у тебя, вот видите, у меня как я разработала с грудной клеткой у меня, у меня не было так в грудной клетке. Когда вот тут у вас много воздуха, поскольку вы в воде, это же обыкновенная физика, вот этот, вот тут надулся воздушный шарик, у вас вот эти плечи, без вашего участия, вот так вот поднимутся, вот к ушам. И вот тут... Если ты лежишь в воде, по горлочкам, вот так, по подбородок, только носик торчит, и ты, конечно, когда там легко делаешь, потому что ты, когда делаешь носом вдох, и наполняешь нижнюю часть, потом грудную часть, потом подключичную часть, и у тебя получается, да, действительно, это понятно, ты в воде так делала. Потом ты стала делать не в ванне. Ты стала делать не в ванне, ты догадалась, что в момент, когда делаешь довдох, руки поднимаются. То есть получается синхронизация. Ну, это и есть ключевой принцип. Обычно люди как? Они вот так вот смотрят по эталону. Йок сидит, допустим, руки вот так, и делает вдох, и ему трудно. А ты догадалась просто в этот момент себе помогать. Получается синхронизация. Я не помогала, я не помогала, из-за того, что я, вот в том-то и проблема, что я не помогала. Я помогаю себе, когда я стою в воздухе, но когда ты лежишь в воде, твои легкие, вы там, ты сам слушаешь. Да, да, оно само так происходит. Я просто это объясняю тебе, чтобы ты мне поправила, чтобы все, кто нас слушает, тоже ориентировались, как, чтобы они поняли. Вопрос заключается в следующем. Ты показала феномен. Теперь тебя смотрит обычный человек и говорит, а я так не умею. Хоть шарик себе представлю, хоть крокодила, хоть пропеллер, хоть самолет. Ну, как же я такое сделаю, меня же сейчас разорвет. У меня же сейчас давление включится, у меня же сейчас может быть обморок. Ну, как же я могу вот так надуваться, надуваться, я смотрю на мадам, она надувается. Наверное, она закаленная умеет надуваться. Ну, молодец, желаем ей счастья. А мне-то что делать? Ну, я вам скажу, смотрите, когда, значит, я немножко, немножко короче расскажу историю для тех людей, кто не видел, может, первое видео. Я, начиная с сентября, приучилась каждый день принимать ванну. Лёжа в ванной и помня, что у меня КТ, компьютерная томография, в течение последних полутора лет показала ухудшение в нижней части лёгких, что там, кроме воды, возникли ещё какие-то образования, то есть я знала, что первый раз у меня была онкология в 2003 году, радио, мастектомия, химия, 6 штук. Через 10 лет в 2013 году мастектомия, 4 штуки химии. Значит, первые 5 лет после первой операции это максифен, после второй операции в 2013 году эксимистан, ну, не на паузу, мне 53 года. Причём, было очень интересно, я, вот, знаете, как в том анекдоте, верить нельзя никому, знаете этот анекдот про джинсы, в общем, не в этом дело, потом расскажу. Доктора, у меня менопауза, я знаю, что менопауза, мне мой онколог в Бристольске выписывает, что тамаксифен, я смотрю бумажку, читаю, смотрю в интернет, что написано тамаксифен, когда применяется, до менопаузы, а я уже год, как в этой менопаузе, а я всё ещё на тамаксифене. Я к хирургу, ну, к онкологу своему, он говорит, а, ну да, действительно, компьютер, твой анализ крови показывал, что тебе уже давно пора на ксимистан перейти. И перевели меня на ксимистан. Но когда, примерно полтора-два года назад, у меня, начиная с третьего года, в нижней части лёгких, так симметрично, на дне были такие затемнения, как будто бы на донышке бокала вода такая. Но, как всегда они говорили, мы думаем, что это вода, что-то такое там мы не знаем, поэтому мы тебя светим каждые полгода, если пойдёт ухудшение, чтобы мы что-то сделали. Потому что биопсию взять мы не можем, мы не попадём. Ну, будем просто следить. Ну, так они следили. Вот. А потом, значит, когда ухудшения пошли, то есть, на фоне вот этой вот воды, образования какие-то, пошли по краю этой воды. Я не знаю, там, это надо исследовать. То ли из-за того, что я уже тогда начинала, вот знаете, ну, просто в таком обычном режиме пыталась так вот, думала, выкашлюсь, а ну что там вода, это же физика должна как-то подняться. Я с этого начинала. То ли на тот момент вода, это немножко опустилось, обнажились вот эти вот, три-четыре там было таких вот каких-то образований в одной стороне и в другой стороне, симметрично. То ли оборудование, у нас менялось оборудование, может быть, раньше было не видно, теперь видно. Это надо мне уже конкретно поднимать каждое КТ, каждый отчёт и смотреть. То есть, это займёт время. Вот. Но почему я вам про это рассказываю? 15 апреля вот этого года вот Хасай, Оливу я переслала свои документы, бумага мне пришла из госпиталя, что нету воды, и они чистые, понимаете? Через 17 лет и последние два года были ухудшения, это мне дало пинок, чтобы я что-то стала делать. Ну вот я стала делать и вот так вот всё получилось. Вот контролем КТ-анализов, ты удостоверилась и всех нас убежаешь, что мы покажешь эти все данные, если нужно. Да, это есть. Что у тебя там воды уже нету. Нету. И там прямо написано, что всё, закончилась эта проблема. Я правильно мне сказала одна моя близкая, знакомая, медик, ты не можешь доказать пока, что это одно с другим связанным, это так и есть. Но то, что объём лёгких в процессе вот того, чего я делал, увеличивается у вас, это я, знаете, как по себе знаю. Я когда вот так вот уже не в воде, а стала днём дышать для тех людей, у которых ванны нет. Я думаю, они-то что будут делать? Я вот по дому хожу там так вот повдыхиваю, повдыхиваю. Я, кстати, не могу долго там 3-4-5 минуты надышать, у меня не получается это пока, во всяком случае. Да, я такую задачу не ставлю. Я это довдыхиваю и держу, пока у меня какого-нибудь каши не начнётся. Понимаете, вот для меня был смысл лёгкие почистить. И в процессе этого лёгкие, в принципе, увеличились. И знаете как? Вы удивитесь. Вот это вот место вот тут, оно вот растягивается. Вот я сперва испугалась. Это было 2 недели назад. Не 2 недели, Вот после того, как мы... Ну, в общем, недавно это было. Вот это место, понимаете, ну, пригрозу тут, я думала, я себе там что-то не заработала нового, а теперь я поняла, у меня грудная клетка расширяется. Вот вы не поверите, вот так и есть. Мы поверим, потому что если ты каждый день тренируешься, конечно, ты можешь достичь высоких результатов. Ну, кто тут в этом может сомневаться? Понимаете, это так, куда можно? Моя задача, моя задача, помочь тебе показать свою методику и предупредить возможные осложнения от всяких методик. Я же доктор, я же должен сказать, люди, так нельзя делать. Для того, чтобы вот так делать, надо сначала изучить. Может, кому-то нельзя вот так надуваться. Понимаешь, в чем делать? Может быть, надо постепенно, как-то потихоньку. Я согласна, я-то сама тоже потихоньку делаю. Да, вопрос Наташа хочет задать. Ну, меня не видно будет на экране, потому что Хаса тут фон. Вопрос, вот, например, кто-то смотрит и, возможно, у него вопрос. Вот вы вдыхаете воздух, вы вдыхаете до конца или вы просто делаете многократно много коротких вдохов, пока уже невозможно будет больше вдыхать? Я делаю по самочувствию. Понимаете как? Когда вот, если вы вот один большой вдох вы сделали вот так вот, и вы думаете, что вы больше же не можете ничего там вдохнуть. Если в этот момент... Нет, важный момент, еще раз. Кажется, что куда уже больше вдыхать? Я сделала большой вдох, неужели что-то поместит? Да. У меня вопрос об этом, а вы показывали, что вдыхаете так многократно. Да, я делаю же вдох, вроде кажется, дальше некуда, а ты поднимая плечи делаешь до вдыхивания. Можно даже... До вдыхивания. И вот в этом суть методики, да? Расширяются легкие. Знаете, почему я делаю паузу? Почему нельзя сразу так и раздуться? Вот смотрите, я вроде так и сделала, вот раздулось уже все так... Если вы чуть-чуть подождете, у вас каким-то образом образуется место, куда можно еще воздух натолкать. В том, что в паузе образуется вот какой-то там, я не знаю что, и туда доталкивать еще воздуха. И немножко подождешь, если опять туда сможешь его натолкать. So, the thing is, if you have a deep breath and you think that's it, I can't do anymore. If you make a pause, just a pause, give yourself a second or two, maybe three, depends on how you feel. You will see, you can breathe in more and then you will wait a little bit. Вы подождете еще немножко и вы сами почувствуете, вы еще можете вдохнуть. Я поэтому прошу вас, я прошу со мной это сделать. Вы же это не делали никогда, Хасай. Давайте сделаем, люди посмотрят. Ну, давай попробуем, давай. Да, предостережение, значит, два. Я сидя буду делать. Да, вы сидя, а я сидя. Сидя можно. Сидя можно, стоя можно, ходя можно туда-сюда. Можно ходя туда-сюда, как вам удобно. Давай, поехали. Предостережение, два очень важных, головокружение. Я показывала этот метод одной дамы. У нее были очень тренированные легкие. Она может там 3-4 минуты спокойно. И она, поскольку довдыхивала и довдыхивала и довдыхивала, ловила просто эндорфины свои. Ей понравилось? Она может много вдыхать. Кончилось чем? Голова закружилась. Не надо вот этих экспериментов. Вот вы чувствуете, что-то там пошло. Либо сидя на стуле. Ни в коем случае, если вы подозреваете что-то такое, вот сядьте на стул спокойно и делайте все то же самое. И если вы будете начинать что-то делать в воде, делайте в присутствии каких-то знакомых. А если вы выпили, что-то там понюхали или там не знаю, что вы сделали, ни в коем случае в ванну не залезайте, потому что опыт Витни Хьюстон говорит нам о том, что в ванне под воздействием чего-либо не надо находиться. Ну, конечно, меняется состояние сознания, человек критику теряет. Я прекрасно стала, вы видите? Ну, конечно, ты бы еще гирю подняла. У меня есть еще вопрос. Да, да. Арина, еще вопрос. Вот у меня возник и может у зрителей возникнуть. Вот, например, можно это начинать человеку делать постепенно. Вот сегодня сделал три до вдыхивания, там через какое-то время четыре. Вот можно выращивать постепенно. Вот в этом прелесть того, что вот вы рассказывали, Хасай, что ваш хлест надо делать по самочувствию. Шалтай-болтай, что это не йога, где ты должен точно что-то там такое делать в секундомерном зубах. Понимаете? А фельд дает моментально сразу. Да, еще вопрос может возникнуть у зрителей. А сколько раз в день? Вот обычно Хасай рассказывает про свое упражнение, у него начинает спрашивать, а сколько раз в день, а сколько минут? Вот такие вот вопросы. Ну, я раньше, поскольку всегда это делала в воде, из воды я вылезла, скажем так, я делала это в воде вечером, то есть, сперва было так, где-то года два назад, я это делала просто, ну, не уходишь же при всех кашлять, когда в ванну пошел, там, покашлял просто так, ну, я хочу напомнить, чтобы все посмотрели, кто очень заинтересовался, предыдущее видео с Ириной. А мы его поставим. Потому что она там как раз таки и говорила о том, что как она начинала, что она лежала в бане, что вода вот досюда, и она в этот момент нашла вот это, что когда она делала вдохи, вдохи, и когда додыхивала, у нее руки стали подниматься, она научилась в подключичную область додыхивать легких. Вы удивитесь, они сами вот сюда залезают, к вам на уши, и в воде, вот в воде, вот вы так упрётесь, это будет точка. Больше не сможете. Но оказалось, когда без воды ты это делаешь, ты сильнее можешь расширить легкие, то есть, наглядно это в воде, наглядно. Я хочу, знаешь, что, во-первых, я хочу тебе сказать, мы ещё сделаем третье видео с тобой. О, у нас не только третье, будет и четвёртое, и пятое. Нет, нет, просто пока мы вот несколько таких, как бы, серий показываем этого кино, люди даже, которые просто смотрят, они в конечном счёте вдруг поймут механизм, у них сразу получится. Но мы это сделаем в третьей части. Третью часть будем делать. А сейчас я хочу сказать вот что. Самое главное, то, что Ирина, во-первых, человек положительный, несмотря на то, что она 7 раз была в психиатрической больнице, у неё биполярное расстройство и так далее. Несмотря на то, что её неправильно там иногда лечили, не те препараты давали, она всё это преодолела. Это первое. Второе. Самое главное, под контролем КТ. У неё получилось, что в процессе тренировки дыхания в результате в конечном счёте под контролем КТ, когда она делала его достаточно регулярно, и врачи это всё видели, исчезла влажность, вот эта вот влажность на дне лёгких там, она исчезла, эта вода. Вот всё главное. Потому что, если бы она просто вышла ко мне с предложением, я вам покажу дыхание, и не было бы этих результатов. Ну, вы знаете, сколько людей я видел, тем более с биполярными расстройствами, тем более. Меня вот это, вот это меня заинтересовало, и потом, когда я увидел, что она рассказывает, что полное дыхание йоговское, а я ведь занимаюсь как раз механизмами мозга и синхронизацией, я так понимаю, лучше других может быть, то, что люди обычно привыкли к эталонному подражанию. Ну, йог сидит, значит, надо вот так дышать. И вдруг предлагается, что оказывается, если хочется поднять в этот момент плечи, так ты в этот момент, когда вдыхиваешь, так поднимите плечи, кто тебе мешает. Так это же у нас не сидит, думайте сами, у нас же дело, как я, у нас же механизм передачи опыта, как говорится, по шаблону. Она догадалась, что сделает, чувствуя себя, сделает, собственно говоря, как тебе природа, подсказывает. Да, и у нее получилось. Да, да. То, что она сейчас говорит, что там показывали тоже йоговское упражнение, какое-то сложное. ну, это, наверное, позу льва, да, язык высунуть до корня, глаза таращить, наверное, да. Я вам хочу сказать, эту позу льва тоже надо, каждый, чтобы адаптировал к себе и делал по-своему. Но для этого надо, чтобы он понял смысл, что когда, например, когда ты присаживаешься на корточки, кладешь в позу льва центр ладошки на центр коленки, потом, значит, ты делаешь вдох, для чего все это делается? Для самомассажа горла делается, для тренировки легких делается. Это для тех, которые хотят лучше петь, или хотят избавиться от тангины, хотят, или лучше себя чувствовать, от всех вот этих напряжений избавиться. поза льва. Это классическая поза льва. И вот ты стоишь на корточках, делаешь вдох, потом выдох, потом вдох, выдох, потом делаешь вдох, выдох, и делаешь язык, высовываешь так, и в этот момент для самомассажа горла высовываешь и опираешься на коленки, глаза таращишь, язык еще сильнее, рот открываешь и получается самомассаж горла. Но если это понять, что все это делается для того, чтобы кровь сюда прилила, чтобы получился самомассаж, самомассаж, так это же можно делать модификации. Пожалуйста, стойте на одной коленке, на другой коленке, в этот момент кому удобно, голову так держите или так, и подбирайте именно свой ритм дыхания и высовывания языка. То есть вы подбираете, вот этому нас никогда не учили. Нас всегда учили шаблон. Вот поза льва так вот так делается или поза полного дыхания вот так делается. Ну вот как раз Ирина догадалась, если трудно туда вместить больше воздуха, она в этот момент с паузами додыхивает и в этот момент хочется поднять плечи, она и поднимает. Ну это и есть синхронизация, принцип плеча, да. А этому она сказала очень интересные вещи. Почему она ко мне вышла? Потому что она несколько дней назад только увидела кучевые приемы, там хлёст, лыжник, там и так далее, и так далее. Но это же сами приемы тоже из природы родились. Так что давай, пожалуйста, мы сделаем третью часть. Я очень тебя хочу попросить для всех нас это будет очень полезно. и ты до третьей части, вот мы завтра будем записывать, у тебя многое там, ты получишь отзывы, вопросы, я прошу всех там писать вопросы, кто чего не понял, прямо пишите, Ирина, как это, а это, вот как Наташа задавала вопросы, чтобы мы буквально вот третью часть сделаем, чтобы мы попросили, веруя на эти вопросы, отвечая и там в Ютубе, и голосом отвечая, на самом деле, посмотрев эти три ролика, да, и все научились, вот для чего. Можно я вам скажу, когда я получила от доктора сперва звонок, значит, 5 апреля у меня было КТ, вот этого года, где-то числа, наверное, 11-12 было от доктора звонок, что у вас чистые лёгкие, и я думала, если она позвонит, вдруг она мне скажет, что у меня там улучшение, а она говорит, вообще всё чисто, я говорю, а вот эти вот там, что-то были какие-то там наросты, она говорит, понимаете, сейчас же за коронавирусом у неё не было перед собой экрана, у неё был отчёт радиографа, она сказала, если бы радиограф что-то там бы увидел, он бы это написал, там ничего нет, написано, закончились вот эти вот вводные там, по-английски написано, молодец, молодец, спасибо тебе огромное, позволь я себе так пошучу, но вопрос заключается в следующем, я предлагаю всем, кто не видел предыдущего ролика с Ириной, мы поставим в конце, да, мы поставим в конце, да, и ролик с Оленом, моим сыном, который коронавирус перенёс, его жена Зарема сейчас выходит тоже из этого режима болезни, да, и он применял там вот это, то, что я показывала, и с большим удовлетворением и удовольствием мне своему папе, автору ключа, говорит, слушай, папа, ты береги себя, ты ещё раз у Иры поговори, и тебе, говорит, надо, вдруг ты попадёшь, у тебя возраст как раз 69 лет, как раз это зона рыска потрясающего, а ты ещё асматик от рождения, и ты попадёшь в эту ситуацию с коронавирусом, а это тебе будет профилактика, ты, говорит, смотри переди себя, да, 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 это я для всех говорю, поэтому пусть ролик с тобой посмотрят, Наташа поставит сейчас заставку, потом посмотрит с Оленом, посмотрит ролик ещё раз, потом ещё раз с тобой сегодняшнее, и завтрашнее мы с тобой запишем, дорогая. А вы будете делать сегодня? Давай мы следующий раз сделаем. Ещё один только вопрос. Очень сложно будет долго смотреть, а мы завтра сделаем вместе, завтра сделаем вместе. Хорошо. Да. Самое главное сейчас, чтобы все писали под видео вопросы, все, 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 все. Таким образом мы проведём микрошколу по этому упражнению дыхательному, которое является профилактикой для тех, кто не заболел вирусом, и для того, чтобы быстрее и легче его пережить, и быстрее выйти. Да, да, да. У меня вот, извините, я перебью, значит, как только я получила бумажку, что у меня всё чисто, я всем своим знакомым стала рассказывать. У меня есть запись, вот, наверное, 16 или 17 числа апреля, на WhatsApp, на телефоне, вот на таком, да, вот, там делится вот так вот на 4 части экран, и 4 моих друга, там, подруги, они вот, значит, три из них тут, и я тут четвёртая. Я им показываю, они там в своих странах или там в своих городах повторяют за мной. С первого раза все врубались. Единственное, кто не врубился, это вот сегодня буквально моя очень близкая знакомая, у неё серьёзная ситуация сейчас с лёгкими, она жульничала, я это видела, она, я говорю, вдыхай и паузу. Пускай она жульничает, пускай, слушай меня внимательно. Мы с тобой это сделаем, для всех. И мы попросим, чтобы все в этот момент тоже сделали. Ну, мне, я же доктор, я должен технику безопасности, главное, не вреди, не навреди, правильно? И поэтому я допущу до этого, только когда мы с тобой ещё одну запись сделаем, когда наберём там массу вопросов, на которые ответим, да, и потом, когда все это посмотрев, вдруг поймут, смысл основной, и легко-легко сделают без всякой натуги, потому что принцип ключа, например, у нас, без всякого насилия над собой. И это так же. Я вам просто показываю по максимуму, если вы мне позволите, и мои друзья разрешат, я могу вам вот эти записи на четыре человека прислать, и вы посмотрите, как люди этому учились, сразу они все понимали. И у меня... До встречи, я просто хочу пощадить внимание наших слушателей, а то им ночью будет сниться, как они надувают шарик своих лёгких. И они тогда сорвутся со своей постели, и полетят, и полетят, и полетят. Я летаю по дому, и мой муж в ужасе за мной ходит и говорит, что... здоровья и счастья. До завтра. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова